Мир вашего дня. Слава Христу. Ты никуда не торопишься? Нет, Игнатьев, я уже сходил на работу. Я вот хотел поговорить о песне, которую я тут успел, продалёко. Там отдельно слова. Ты самую песню-то знаешь, как она автором составлена? Ещё раз, Игнатьев, что-то вас услышим не очень. Не слышно, да? Да, погромче говорить, пожалуйста. Вот песня, которую ты напел, прекрасная, далёко. Которая там в интернете стоит, слова, какие в песню заложены, ты смотрел их раньше? Оригинал вы имеете? Да, оригинал. Ну, как нам показывать, я тоже не знаю, оригинал нет. Ну, там написано «клянусь» и прочее. Да, я её просто на христианский лад сделал, да и всё. Ну, и взял, и всё. Ну, у тебя была возможность посмотреть? Эту песню поют где-то ещё? Конечно. По оригиналу, где клянусь. А я клянусь, что стану чище и добрее, но я знаю, что клянуться-то как бы нам не положено, так скажем. Да не то, что не положено. Давай-ка ты-то открой настоящий. Да, вам надо процитировать оригинал и во свете Библии его... Да, я буду рассматривать, и потом ваш рассмотрю вариант, который напели. Всё хорошо, Илья Тихонович, минуточку, сейчас всё сделаю. Заряди, чтобы текст по одной строчке будем разбирать. Хорошо, сейчас. Ты пока делай, слушай меня, я тебе не помешаю? Нет. Дело в общем, что эту песню поют и старые, и малые. Я насчитал больше ста разных вариантов, ну, людей, варианты. Там поют и хором, и мужчины, практически ни один не поёт её. Не мог найти. Там есть один, кривляется, и всё. Поют только женщины на разные голоса, хорошие, слабенькие. И дети поют, и всё они куда-то идут там. Я хочу подробно разобрать, почему эта песня понравилась так. Её поют много-много разные люди. Конца края даже не нашёл. Почему? Так, ну... Давай по порядку разберём. Начинать, да? Да, начинай. Первые строчки, ну, и считай первые здесь. Так, ну вот, слышу голос из прекрасного далёка. Первые строчки. Так вот, дело вот в чём. Что тут только три куплета, смысловые, и один припев. Три раза повторяется припев. Вот, лёгкий такой. И три куплета. И вот, слышу из далёка. Поют все. И какие далёко. Мальчишки, девочки, маленькие совсем, тоже поют. Какое далёко? С какой стороны? Которое было, и ты вспоминаешь? Или то, которое в мечтах накручиваешь? Нет, вот в чём простор-то этому. Так она легко, песня эта прошла везде. Её за все берут. Я никакой. Я совсем никакой. Но зато у меня там далёко есть. Я могу подражать и стать другим. И вы даже не узнаете меня, какой я буду. То есть, стопроцентный обман. Ложь. Я, наконец, нашёл такой ролик. Его посмотрели. Шесть с половиной миллиардов людей. Миллиардов, не миллионов. И что там есть? А по берегу ходят, там танцы. Ну, показывают такое. Друг друга давят, там, мужчина, женщину. Там ничего нету, кроме того, чтобы натолкнуть человека на то, что после чего в аду будет он гореть. Миллиарды. А почему? Это мир. Многие идут этой дорогой, широкой пространной. И вот это стихотворение, если так его можно назвать, оно автор показывает, будто бы верующий написал. Его поют и верующие, и все. Но не везде выставляют, как ты сделал эти слова. Подправил там немного. Ну, да, дальше. Из какого далека? Вопрос. Которые поют, я каждому могу сказать. Ты знаешь, что там далёко? Это обольщение. Обольщение-то даёт только дьявол. Дальше. Голос утренний в Серебряная Россия. Ну, да, вот в Серебряной, так подожди, Серебряная Россия, спят долго, он её растут и не видит. И в городе никакой росы нету. А ведь поют-то в основном-то в городе. Опять обман. Вторая строчка полностью обманная. Он никакой не видит. Тот написал в России, а в России, которая живёт, он росы никакой не видит. Тут травы-то нету. Где ты живёшь, в деревне, там сходится. А душа-то просит, Игнать Тихонович? Да он не знает и не видал этого. Он песню видит, что многие поют, она лёгкая, мотив запоминается легко. И вот и всё. Душа ничего у него не просит. Душа просит, как тело, чтобы хорошо покушать, выпить подольше, поспать, как бабки, как ешь больше, спи дольше. Вот главный лозунг бабушек, к внукам. Это главное развратители детей. И вот у него ничего нету. Вспоминать, начинаешь говорить с городским жителем, он ничего не знает. Ни одной песни, в которой я как раз выхожу, одень я на дорогу. У тебя, говорит, ты выходил когда? Луна светит. О чём Лермонта пишет? Нет. А поёшь «Кремистый путь». Что такое «Кремистый» даже не знаешь? Я с такими пивунами разговаривал не один раз. И вот мне кажется порою, что солдаты с кровавых невернувшихся полей не в землю нашу полегли, когда-то превратились в белых журавлей. Расул Гамзатов написал, перевёл там Гребнёв, перевод хороший, а теперь поют. И вот он поёт там в Хворостовске. Вот там в стае есть место. Разрыв это место, быть может, для меня. А народу там, наверное, тысяча сидит у него не одна. И он голову захлопает в ладоши. Да никто не превратится в белых журавлей. Белые журавли, во-первых, совсем мало их. А только в войну эту мировую погибло до 70 миллионов. То есть обман. Он на что-то имеет, там, разрыв, думать. А почему? Очень легко. Ни к чему не обязывает. И я буду живой, по птичке окликая всех вас, кого оставил на земле. И, ну, понятно. И показывает сам автор, который написал музыку. Вот я знаю, какой он нации, там всё это. И всё это обман стопроцентный. Почему именно в журавлей, в белых? Ну и дальше. И вот здесь далёко. Какое далёко? Какое расстояние до этого далёко? Дальше считаем. Вышу голос и манящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель. То есть у него вот так вот. Он не знает, что сказать. Любая ванга, любой безобразник ему скажет, вот революцию сделаем, царя убьём, расстреляем. А мы там сделаем, все равны друг другу будут. И будем, как Марк с Энгельсом жили. А Марк с Энгельсом тянул всю жизнь, у него ничего не было. Детей наживал там от кухарки до от дворниц. Ну и мы биографию этих вождей знаем. Давай снова считай. Так, ну, припев надо читать? Не надо. Сейчас первый куплет. Давай ещё раз пройдёмся по нему. А, ещё раз? Да. Мы его ещё раз полностью зачитываем. Слышу голос из прекрасного далёка. Что он имеет в виду голос? Что за голос? Кто его обольщает? Голос. И он никогда не слышал. И вдруг все услышали голос и запели. Я гляжу на сцене, маленькие дети, мальчики с девочками поют. Большой хор поёт. И никто не обольщает, ни к чему не обязывающий из далёка. А ты слышал? Нет. И вот показывают даже там сектанты, всё это разлохмаченное. Ну, я гляжу, как кто застёгнутый. Никто ни во что не верит. А вы голос показать надо. Ну, они знают, как ноту поднять и прочее. Ещё дальше. Это второй куплет? Нет, первый. 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 Ну, во-первых, про прогоняя. Полос утренний в Серебряной России. Ну, вот мы договорились. Они спят. Это люди живут. Не как же воронке рано вставать. Вот мы в 4.40. Роса бывает только летом. И тогда, когда уже не самые первые дни, а где-то среди лета. Всё обман. Которые поют, они не видали, не знают. Но автор писал, может быть, знает. Ставил такое слово приятное. Роса утреннее. Все встали. Кто на рыбалку, кто на работу. Дальше. Слышу голос и манящая дорога. Обман, манящая. Да какой голос он слышит? Да никто ничего не слышит. Это обман. Утром только с похмелья надо взять. Какая манящая дорога, когда она панику наводит, что женщина говорит, месячные прекратились. Это трагедия в семье. Ей теперь надо идти аборт делать. Так это 1-2. За перестройку 120 миллионов абортов. Это они предали детей своих. Это иуды поют. Это предатели. Это разрушители строя. И не надо бояться каких-то сейчас болезней и прочее. Мора. Заслужили за это. Дети поют под жертвенником. Да коли, Господи, не мстишь за кровь нашу. Откровение 6-9. Дальше. Кружит голову, как в детстве карусель. Пьяные кружат. Запилися. Мужиков-то совсем мало. Ты хочешь мужиков увидеть? Зайди как-нибудь. Ну, хоть издаля. Посмотри, как мусульмане молятся одним разом. Пять раз они намаз совершают. Мужики. Я в мещете молился с ними. Это воины. Ни одного пьяного нету за 1300 лет. Ни одного. И голова у них не кружится. Они знают, как они верят. Во что верят. Он свинью не будет глотать. Это воины. Это люди честные. У них, я разговаривал, за 1300 лет ни одного детского садика не было. Ни одного дома для престарелых у мусульман не было. Мы против них никто. Никто. Мусор. Вот им голову-то не кружит. Потому что у него забота. Да, ему официально разрешено четыре жены. Четвертая сура, третий аят говорит об этом. Но он их должен содержать. А тут разводится, бросает хоть сто. И никого не надо содержать. Главное, чтобы не было общего хозяйства. А у них ничего нет в городе. Более дурных людей, чем мы, православных, нет на земле. Ходим в храм, причащаемся и мрем, как мухи. Многие больные, немало умирают. Голова закружилась. У верующего она не может закружиться. Он верит во Христа, который умер за него. Себе не принадлежит для Бога. Понимаешь, куплет первый, весь фальшивый. Дальше. Второй куплет. Ну, тут повторяется, слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Он не знает, что такое чудесные края. Потому что коммунизм обещали, как говорят, от каждого по способности и каждому по потребности. Да ты одного человека в десятером нельзя даже прокормить. Способности. А какие у меня нет способностей? Каждому по способности. Ну, что он может делать-то? Даже папиросы завернуть не может, она же заворочена. Он пить правильно не может. Посмотри, когда люди где-то выпивают. И как выпивают? Там у него стопка одна, она 10 раз к ней прикладывается. А у нас флягу за раз. За рубежом сейчас, говорят, в Германии, если едут на какой-то отдыхать, в Таиланд, какой-то там где-то, они спрашивают, а там русские будут? Им говорят, ну да. Тогда они не берут туда билет. Вот если она русская баба, я обязательно, чтобы три мужика было. Обязательно. Если она на курорт поехала, по-другому она не будет отдыхать. Если мужик, чтобы было четыре бабы на ночь. И поэтому все ломают, крушат, это более вредных людей. Почему русских не любят? А за что их любить-то? Предатели наглые, напыщенные, более стрельболюбленные же боголюбивые. И самое главное, виновники это священнослужители. Учителя, которые не учат людей. Я потому что много лет преподавал в университетах, в школах, в милиции, в воинских частях, в заводах, пабриках. Это хитридная программа. У меня, я 45 лет начальник, директор детского лагеря. Я это знаю, все слои нашего населения. Люди деградируют стремительно. Я уже захватил только то, что мне досталось. Я с 39-го года, 82 года. И дальше... Слышу голос, голос спрашивает строго. Да какой же голос? А сегодня? Совести нету. Абсолютно бессовестная. Ты посмотри, дома инвалидов-то забитые. Дома престарелых. Это в Америке и везде. У мусульман не одного дома престарелых. Они стариков любят. Аксакалов уважают. Даже драка как-то случилась, а уже дело так сумеречное было. А я иду с родным братом. Что у них там было? Там русские побежали, ну тех больше. Они добегают, а у меня брат идет рядом. Мой родной брат. Они ему как опреуху дали, он в канал закатился. Тот глянул на меня и кричит. Не трогайте его, это Аксакал идет. Да у нас Аксакал сдача не дадут. Он тебе башку расшибет. Это я попадал в эту мясорубку у них. Это Аксакал. А если это ребенок, а какая выдержка у них? У них, понимаешь, нет. У нас если где-то маленько там задели. Ой-ой-ой-ой-ой. Конзё. Национальный культ Японии. Никогда не застонать. Наши едут. Ну так, возвышенная дорога. И тут как бы склонно, а там дальше дома. И автобус перевернулся. Он ударил в забор и повалился. И прямо перед крыльцом. И на крыльце сидит мусульманка. Молодая. С ребенком. Кто она? Дагестанка или... Я не знаю. Сестра моя оказалась. Мы, говорит, едва-едва вылезли оттуда. Она как кормила грудью, даже не дрогнула сидит. Я просто хочу сказать. Если это старик, я его вижу. Старика. Он вот так идет. Тебе там не видно, как это? Что-то тут два оказалось из твоих. Так. Вот так идет. Он идет. А то видно ему под 85 лет. Он горец. А у нас идет, как он уже инвалид. Слышит голос издалека. Предки зовут его. Ну, это земля Санникова там показывает. Там алиманды эти. Дальше. Какой голос издалека? Издалека может быть Божий голос? Он спрашивает строго. А сегодня, что для завтра сделал я? Да он сегодня не думает. А то завтра что сделает для людей. То есть обман стопроцентный. Это могут верующие думать о будущем. Прославляя Бога за прошлое. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Ну, считай, хоть 24-й Псалом, 22-й у Давида. Тут все стоит на месте у верующих. У неверующих ничего этого нету. Нету разводов официально. Первые 4 года после свадьбы пышно и горько там кричали. 84,6 процента. А тут дети-то беспризорные. Больше 3 миллионов беспризорных детей. И никому они не нужны. Шпана растет. Я с детьми возился. С такими, которые ничьи. И у меня буквально из рук тянули власти. Не давали работать с ними. Я когда поехал по лагерям, я назвал их гнойники разврата. У нас мальчик к девочке не имеет права пальцем прикоснуться, как она к нему. У верующих совсем по-другому. Это написано для верующих. И хорошо, что ты наткнулся на эти слова. Дальше. Так, ну это вот второй куплет мы... Давай, доканчивай. Третий куплет. Да. Я клянусь, что стану чище и добрее. То есть обманывает. Клясться, во-первых, нельзя. И он не может ни чище, ни добрее. Я каждый день сижу здесь в интернете, в чат рулетки. На 100 человек. Одного буквально с трудом только найдешь, который думает о будущем. Он нисколько нет. Голые женщины трясут здесь голые. Совокупляются открыто. Это все нормально. Мужики голые рекламируют свое тело. Любая шалава, подходи, он уже через 2 секунды на ней верхом едет. Ну что непонятно-то? Войну было не так. Еще сохранилось поколение до 41-го года, которое старики наблюдали за ним. Им пишет такой, как Гальдер. Там другой был еще у них. И он какую-то там такую памятную записку написал. Русские попали когда в плен. Там же их осматривают. Я не знаю, как на Украине дело было. 96% девственницы. Такую страну нам никогда не победить. В самом начале войны они же это поняли. А сегодня-то ее в 6-м классе на вторую букву алфавита называют. Понял? И она достойная того. И поэтому и верности никакой нет. Мужики, говорит, как кобель без хвосты. Только и глядит куда. Как после бала у Толстого. Говорит, мы своих невест одевали, говорит, как в броню. А вы идете и глазами раздеваете каждую. Хотя сам он, Лев Толстой, говорит, по женскому вопросу я был неутомимый. Граф. Ну, как Сергей Павлович этот Королев. Ни одну, говорит, там, уборщицу мимо не пропускал. Показывает сейчас 113-я любовница Пушкина. Ну, дальше считай. И в беде не брошу друга никогда, клянется. Да ты бросил жену. Ты побил детей. Без своего согласия на стояние она бы не делала аборт. А далее она делается не роженицей уже, а бесплодной. И развода вот он где. Это обман. Этого нету. У неверующих вообще этого нету. Откуда Власов появился? Думал, что победа на стороне не будет. А сколько их там было, которые перешли? Солженицын говорит, вот в Первой мировой войне, я такие цифры наобун скажу, которые в плен попадали. Французы там все попадали. Самый малый процент воровства был у русских. Там, допустим, 2%. Во Второй мировой войне самый большой был у русских 98%. Вот и все. И что он может? Считай первую строку снова. Я клянусь, что стану чище и добрее. Да ты, во-первых, не знаешь этого оригинала. Чище и добрее можно только в очах Господа верующим быть, когда Дух Святой охватывает все естество. Он рождается свыше. И подражайте мне, как я Христу. У него все это написано в душе. Дух Святой в крещении Духом Святым возжег его, как Еремея, говорит. Огонь был разлитый во мне в костях моих. Он пылает огнем любви к Богу ближним. Жертвует все. Все это обманы, которые поют. Там ни одного нету. Ни одного. Лучший. А ради чего он будет? Я много занимался с разными слоями населения и сделал вывод, самые несчастные дети растут у тех, которые сами не верующие, а учат их быть добрыми. Он не может не считать ничего, они погибают рано. Первое. Никак. Вот у меня следователь ведет мое дело. Курьят Владимир Кузьмич. Меня судили. Краевая прокуратура Алтайского края города Барнаула. И вот говорит, вы такое слыхали где-нибудь? Она учится в девятом классе. Она девственница. А другие это знают. Она с ними не идет играть в одуванчик. Когда они у одного собираются, свет там тушат, глаза завязывают. А кто сзади, они голые, только зад у них торчит. С кем ее, кто совокуплялся, от кого заработал, она не знает. И мать теперь приходит в больницу, от кого она не знает. Там было четыре Валеры, три Игоря. И они полукругом так становятся в темноте. Заголяют и все. А кто с ней будет совокупляться, это даже скотина не делает. Дело-то вот в чем. Когда начинаешь ближе знакомиться с этим контингентом, люди подрастают. В ужас приходишь. Ничего святого нет. Он не может быть чище. И вот эту девушку, которая не имела ничего, а они ее затащили в подвал, растянули за руки, за ноги. Здесь и классники насилуют ее. Это не в литературе, нигде такого не встретишь. Это наша Россия. Это мне следователь говорит. И что сделала? Ничего. Она покончила с собой. Она не знала, Бога может быть. Другую затащили где-то там по лестнице, на чердак там. И на крыше там что-то с ней делали. И она оттуда бросилась, там с какого этажа разбилась. Блуд. Главная движущая сила. Другого нету. Вот мы считаем крейсера Саната Льва Николаевича Толстого. Он говорит. Ну, когда люди спят? И когда спят эти графы? Хотя Евгений Онегин это. И у них, говорит, только один клапан. Личная энергия не дотренируется или ниже пояса совокупляться? Один раз совокупиться, говорит, вагон угля надо разгрузить, энергия. Может быть и так. И то, что здесь пишется, нет, он не знает чистого. Он не знает, к чему стремиться. Если я 45 лет бессменный директор, и еще 3 года добавить в ином формате, у меня не просто опыт, а гигантский опыт работы с детьми, со студентами. Я после освобождения из лагеря, после реабилитации работал в тюрьме. Это все я делал бесплатно. Нигде ни за что копейки не брал. Я работал 18 лет в тюрьме. 3700 человек меня ждали. И ни один не встал на истинный путь. Другие остались, захвата заложников нет. Я уезжаю на лето, на начальство тюрьмы, СИЗО, 18-й дробь 1, на улице Канатная, в Барнауле. Бывший Казанский монастырь там был. И он говорит, где вы будете летом, если случится захват заложников, чтобы вас привезти? У меня был один раз. Я узнал, но у меня легко было идти, потому что у меня все начальство знакомое. Близкий-близкий мне был прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. А начальник тюрьмы сказал, Лапкин. Я когда сказал, до смертников меня допустить, это еще смертный приговор был. Там Маслищ один сидел. За ним сколько убийств было. И один только ему сказал, а их двоем в камере. И говорит, ну вот этого ты зря, Саша, убил. Можно было так пройти? За это зря. Он натащил шариковую ручку, ночью задушил его, разрезал грудь, печень и в кружке сварил и съел. Я знаю, и я у него был в камере. И он мне, начальник, сказал, пока я живой, вы не будете никогда там. А там специальное место, откуда никак нельзя выскочить, нигде. Их охраняют офицеры. Там с собаками. Ну я слышал, видел что-то. И он говорит, никогда. Я тогда поехал сразу к прокурору края. Он говорит, ничего, завтра приходите в тюрьму. Я прихожу, он там стоит. Идите, говорит, дверь открыта. То есть мне дверь открывали там, я работал как следователь. Приносили дела. Я смотрел самые строгие дела. Там убийств несколько. И мне дела приносили. Это нельзя делать, но мне они доверяли полностью. Я тогда говорил, эти отойдут, а вот этого приведите. Их пятеро, что по убийству. Троих до суда освободили. Я имею результаты. И вот теперь, когда разговаривают люди какие, этого нет ничего. Еще раз прочитай. Я клянусь, что стану чище и добрее. Никак. Он обещает. Хочу быть другим, Павел, говорит, и не могу. Доброе, которое люблю, хочу, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Это говорит Павел о естественном человеческом, не о себе послании к римлянам. Ну это, конечно, надоело уже убивать. Я хочу быть другим. И что? Да он подвернулся, так стал говорить, я и убил его. Даже вот этот тот, который среднеуральский там, Сергей Романов-то был. Николай-то сейчас его три с половиной года дали-то. У него два убийства только. Монтировку убил человека. Два убийства. И он еще согласился рукополагать. За один аборт десять лет в храм не должна заходить, тварь. Только последние два с половиной года могут. Может, дальше. И в беде не броши друга никогда. Ну, хорошее дело, пишет друга. Лучший друг Христос. А он его не знает. Называй вас друзьями, он сказал, Господь. Это все обман. Обман, этого нету. Ну, он сказал, пропел, а дальше пошел. Никак. Ну, он сказал мне, нет, а завтра жене изменяй. Так жена друг или нет? А жена нашла другого, тебя бросила, Настя пошла к другому. Она, ты ей друг был? Друг. Да все, обман. Ребенок друг. В утробе матери задушили, пока он не вырос. Стариков бросают. Самых близких бросают. Враги. И не ради того, что его гонят за что-то. А все люди такие, звероподобные, зверонравные. И далее. Слышу голос и спешу на зов скорее. Ну, да. Но пришел не туда. Говорят, хотели, как говорят, лучше, а получилось, как всегда. А как всегда, это как никогда. Депутаты что делают? Почти половина бывшей стройки отсидели. Как пишут. Я паранаута, эко-депутата считал в Тюмени, кажется. У него ног нету. Нету или парализованной где-то на фронте там было, в Чечне или где. Его депутатом избрали. Он с самой маленькой просьбы не оставляет без внимания, добивается, чтобы было как следует. А ему сказали, говорит, если будешь мешаться под ногами, задавим тебя. А он никого не боится. Он спасает людей. А сегодня такая бессовестность президентов и прочее. Мы же знаем, что они сейчас вытворяют. К чему они гонят весь народ. Об этом не говорим. Запрещено. Давай же. Ну, то есть он спешит на Зовской ареи по дороге, на которой нет следа. То есть никто там не приходил. То есть это мечтатели. Мечтатель кремлевский был. Его так и назвал. Поэт приезжал там, английский говорит. Это кремлевский мечтатель. Создатели революции. Все до единой какие были. Уже в первый год понимают, что они наделали. Все идет совершенно не так, как они. И что, Дзержинский думал, что будет подряд всех убивать? Ну, тут сидел, есть за что мстить. А этот-то маразматик Ульянов. Вот этот вообще ничего не знал, Сипгелитик. С чем закончилось? Друг друга начали уничтожать. И Бухарина, и кого только не было. Все пошли под нож. А потом, а потом репрессии. Подряд все мили. Войну встречали над дивизией капитан. Почему такое было? Рекорды ставили. Четыре с половиной миллиона пленных только отдали. В первые же месяцы. И дальше нет следа там. Нет, никуда. Обман. Сто процентный. Нет следа. А он-то думает, что он первый покажет. Это у него мечта. И каждый, кто поет, говорит, нет следа. А тот подумал, я буду первый. А тот думает, я первый след сделаю. А они видят, что там пропасть. Там ничего нет. Они не видят, что в среды кончаются и обрываются. Дальше. Припев. Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко. Ну, далеко какое? Жестоко жестоко не будь. Вот так. Он знает, что это далеко. Там ничего нет. Будущее он не знает. А прошедшее он знает, что оно негодное. Хотелось бы изменить. Не будь со мной жестоко. Не отомсти, что я там такому-такому натворил. Что нас ищут днем и ночью, чтобы убить. Одни воруют, а за ними милиция гоняется. Все предели. У всех работа. Жестоко. А почему верующий не думает жестоко? Благодарю тебя за прошлое. И слава словлю до будущего. Без тебя, Господи, ни шагу. Мне 82 года. Я не сидел в углу никогда. Даже после техникума. У нас выпуск там нескольких факультетов был. А я на ПГС был. Промышленное гражданское строительство. Так это называется. И вот. Строительный техникум. Города Барнаула. И только 4 человека были на должность прораба. А остальные мастерами. Это ниже. Я в четверку эту попал. На отлично защита была. И пролетариат. И меня направили в органы МВД. Работать прорабом строго режимный лагерь. Я знаю эту жизнь вот так. У меня опыта никакого нет. И у меня за 7 месяцев ни одного выходного нет. В две смены. Можно представить, что со мной было. Так когда призывали в армию, я готов был обнять военкома. Поэтому у меня служба так легко шла. А взяли во флот 4,5 года. А дальше уже другая история пойдет. И поэтому то, что говорит он далеко. Там ничего не знает. Это пустые слова. Хорошие песни есть. Есть. Пойдем мы как один умрем в борьбе за это. Марселье за хорошая песня. Они уже себя приговорили. Пойдем за власть Советов. И не власти Советов не было. А другие руководили этим. Кто революции делал, те и руководили. Как вот сейчас. 72 года работали, работали за палочку. Трудодни. И все. Разделили. Перегнали все. Весь Советский Союз. В две страны. И все. Как встал там Березовский. И говорит. Утром я в окно выглядел. А с чертежником работал. То у него гроша не было. Посмотрел. 2800 грузовиков стоят. Все мои. В Америке делили. Таких друзей находили. Это Щубайсов. Щубайс как-то выступил. Мы не знаем куда деньги девать. Меряет их большими кразами. Когда их арестовывают где-то. Нарестовали сейчас его фотография. К слову сказать. И говорит. Этого человека никогда не судили. Это все знают. Но никто не знает. Почему же его не судили. Ох и здорово. Никто не знает. Почему же его не судили. Это когда все знают. Что давно пора покончить с этим. Что интересно. Скуратов. Этот. Генеральный прокурор. Разговаривает с ним. И говорит. Борис Абрамович. А почему ты не едешь к себе на родину-то? Зачем? Проснуться утром. И думать как 5 миллионов человек. Думает тебя обмануть. Считаешь. И прямо иди удаешься. Молодцы ребята. Мне-то это не надо ничего. Я прожил. Мой отец без руки. 10 детей вырастил. Под Смоленском. Оторвало в 41 году. Мы знаем о чем говорит. И дальше. От чистого истока в прекрасное далеко. Подожди. От какого истока? Почему он не назвал? Каждый думает какой исток? Чистый говорит. Знаешь. Исток то. Ну исток что там. Гродник бывает где-то. Дождь падает. Река начинается. Нарисовали. Кто-то стоит. Белый дом в Америке. И спина. Ну ночью вышел кто-то и говорит. Утечка информации из Белого дома. Утечка. Ну он стоит по малому на нужду. Пошел. Утечка информации. И эти тоже. Из чистого истока. С какого? Это как Герман Стерликов. Он знает. Есть один епископ. Один на все весь мир. Но он никому сказать не могу. То есть обманщик. Сто процентов и разрушитель. У него там хлеб учатся печь. И он говорит. Главное муку не покупать. Главное вырастить самому. Один говорит. Я уже делаю это. Тут главное соль. Так я куплю. Нет. Это соль которую добывают большими кубами под землей. Которая света не видела. Есть такое. Но я сказать не могу. Я все сравниваю как мужика одного. Говорит. Хочешь? Я тебя научу. Как золото делать. Да. А его разве делает? Делает. Но не все знают. У тебя жена есть. Есть. Говорит. И восемь ребятишек. Надо чтобы после ночи все в один горшок оправились. А потом этот горшок на печку поставить на две недели. И закрыть плотно его шубами. Всем еще есть. Не трогать. Но когда будешь закрывать. Нельзя думать о шкуре белого медведя. Если ты подумал. Все пропало. Ничего кроме вони там не будет. Ну мужик то лезет. Все. Кряхтит. Но золото будет. Только бы не думать. Ох шкура. Да зачем же он мне сказал-то. И вот такой сейчас обман. Только не думать что коммунисты обманщики. Только не думай. Зюганова выберете. И каждый из них так. На десятый срок будет выбираться. Нищету в народе. Убийство. Все на нем бесит. И он говорит. Сейчас президент думает только одно. Господи. Дай мне своей смертью умереть. Это главная у него молитва. Пока не задушили его. Ну президенты в разных странах. Разные. Вообще-то почти так. Я знаю настоящий президент. Это Александр Григорьевич Лукашенко. Может быть лучший президент в мире. Он это все убрал. Кому надо надевайте. И чтобы этого не было больше. Не принуждайте. Будет у него. Не будет. Никакого значения не имеет. Вот это я понимаю. Но мало говорит. Еще креститься пытается. Не совсем точно. Мы за него каждый день молимся. У меня благодарность на бумаге от него есть. Дальше читай. Прекрасное. Далекое. Я начинаю путь. Никуда он не начинает. Он пропел и пошел. Он только смотри. Видите как эту Маньку Ваньке обмануть. И она тоже думает. Как бы не проглядеть свое счастье. А она такая же неверующая. Ну и он такой же. Я говорю. Ты будешь битой им. Будет заставлять делать аборты тебя. Одна такая выходит. И атеистка. Ты будешь разведенкой. Рано умрешь. 36 лет за предел на твоему мужу не перейти. Это норма для наркоманов. Ну и что дальше? Все, Игнать Ильич. Вот так. Еще один куплет. Это последний куплет? Все. Мы три куплета и припев сделали. Вот так. Я сегодня проверил. Много времени потерял. Как поют. И где-то мужчина. Включай. Там ничего нет. Он болтает. Не поет. А где поют дети, малые. Все. Они не верят в это. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых. И никто не думает об этих журавлях. Но она поет целико. И все-таки какая-то надежда. Там есть промежуток малый между ними. Это, быть может, место для меня. И так и это. Тут просто знаете в чем фишка, Игнать Ильич? Я знаю. Подожди, я закончу. Молодя красивая. И поэтому просто вот чесать свое. Я не знаю как сказать. Ничего там нету. И вот поэтому на этой безобразной колее, на которой люди идут, твое, которое ты сделал, самое лучшее, что ты переделал, ты поешь. И главное, когда показывает, любой песню поет, он идет, это идет, больше ничего нет. А то в другом месте показывает, дерутся, бьются, там еще кто-то. Ну, то есть кто как может. Это интервью с дьяволом, когда в лесу. Он говорит, я обольщаю, чем показывает. Если такой-то, думает Гитлер там на власть, другой, там деньги надо еще. И все показано, как это идет. Вот так и здесь. Далеко, и он как будто бы идет, глядит, видит, и он ничего не видит. Он слепой. И когда ты показал вот эти кадры, как идет крещение где-то, никому впредь не достичь этого, что тебе Господь дал. Это может быть лучший шедевр в твоей жизни будет. Дай Бог, чтобы ты еще что-то подобное нашел, и мы вместе обсудим это. Я еще раз прослушал. Вчера, сегодня, это рука Божия тебе водила. Это Господь тебя вывел на такое. Сравнить с тобой, все вместе взяты, их там сотни коллективов поют, даже на один процент они к тебе не приблизились. У тебя все стоит на месте, и дорога, и дорога. Вы говорите о смысле, Игнать Тихонович, о смысле. Я согласен, но как я ее исполнил, если честно, мне не нравится. Нет, я говорю про фотографии, какие ты показал. Да, про смысл я соглашусь, да. Я хотел, конечно, еще цитаты сделать, а потом думаю, ладно, не буду. Нет, надо было сделать, надо. Потому что иногда слова непонятны, и надо, чтобы они всплывали, слова. Тогда я сделаю цитаты, ну и пускай еще раз его опубликуют. Я цитатами ее приправлю. Да, приправлю. Еще хорошо, лучше. Я тебе хотел поблагодарить, низкий поклон тебе от меня. Ты меня уважил. Это, во славу Божию. И ты указываешь, как мы там с тобой стоим, и в храме ты подобрал такие, где ты там стоишь-то. Потому что тут оно, ну это все реальности соответствует, Игнать Тихонович. Вот сколько ты нашел, какие там картины и как видео, все к месту. Ни одного замещания нет, кроме Аллилуйя, 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 Аминь. Я давно не испытывал такого удовольствия. Вот как это все есть. Да и пропел ты неплохо, я тебе скажу. Я слушаю и думаю, да что это такое. Так что практики нет просто. Вот если попадется еще другая песня, если нужно будет сломать... Я вам сейчас презентую, Игнать Тихонович. Есть такая песня, как же ее, Майя Кристалинская поет. Помните, какую она поет песню? Нет, не помню. Нежность называется. Это хорошее слово. Обращайтесь, Павел говорит, с нежностью. Вот. И у нас сестра есть, Екатерина. Да. Спаси ее, Христос. Она тоже на христианский лад сделала эту песню. И я ее, ну, я назвал ее Вечность. То есть это нежность и вечность. Голос мужчины был. Голос мужчины. Женский это отдельно совсем. У женщины, ну, нет этой силы. Вот если бы пела... Раньше, Игнать Тихонович, скажите, вот подтвердите, раньше на клирос женщин не допускали? Нет, я не могу сказать. Потому что у Моисея сестра была Мариамна, и у нее был свой хор. Хор написано. Не знаю. Ну, как не знаешь, когда море перешли, они из Египта. Нет, я понимаю. Это Библия говорит, Библия говорит, это не я говорю. Нет, нет. А христианские уже эпохи в начале, их... Не знаю. Не могу сказать. Подтверждения у меня нету. Но я знаю, что в пении женщина не ограничивалась. Молчать учить нельзя. А готовая пропеть, почему не пропеть? Почему? Есть прекрасные голоса, когда они вместе поют. Голоса чувственные женские, высокие, они... Ну, это... Они на другое совсем... Как сказать? Вы понимаете? Ну, я не могу это сказать. Вот есть такое... Там одна поет, как для мужа она. Бога благодарить, что мужа ей Бог дал. И кто-то эту песню там напели, и меня поставили с надеждой. Благодарить. Нет, я не против, как бы. Но просто сам факт. Ну, нету, значит, нету. Я где-то... Не где-то, а я... Нам рассказывали в семинарии, что на клирос, в первые века христианства, женщин не было на клиросе. Не знаю. Но судя по тому, что было в Ветхом Завете, а в Новом Завете все свободнее, мне с трудом в это поверить можно. Почему? У женщин большие таланты есть. Я на Златоуст говорю, в житейских делах она острее мужа. Острее. Так что поют. А почему ей Бога это не прославить? Она... Там могут быть девственницы, и ничего такого нету. Много вопросов было по ходу, но все куда-то ушли. Нет, не надо, не надо. Уверенности никакой нету. А кто говорил, он никогда этого не докажет. Я наоборот думаю, потому что Бог не презирает. И проповедует... Вот моё... Вот если я бы был, я бы убрал бы всех женщин с клироса. Поставил бы мужчин. Ну, если были бы мужчины, конечно, кому петь. Нет, я не знаю. Это надо быть очень осторожным в этих словах. Почему же женщины нет, когда Бог надоградил её таким талантом? Ну, я не знаю. Смотри, ну как... Не знаю, Гнат Пуханцев. Ну, а Людмила Зыкина, какой голос у ней был? В церкви женщина, да, молчит. Молчит, не проповедует. А готовая прочитать, ей дано право. Готовая. Она имеет право даже крестить. Даже не будучи никем. Если никого больше нету. Знает, как произнести слова. Даже вот что. Крестить, а то петь. Как это так? Да в некоторых местах-то никого и нет, кроме женщин. Одни бабушки, мужики и все. Нет, вот реальность-то другая, да. А вы согласны вот с тем утверждением, что в 20 веке церковь русская выжила благодаря белым платочкам? Ну, такое вот есть выражение. Ну, понимаешь, что значит выжила? Это люди-то Бога не знают. А православные совсем не знают. Ну, выжила, не закрыли какие-то, потому что никакой активности не было. Главное, что по попам ездить работать было, свечки ставить. Что она скажет бабушка, как она следует, допрашивает и говорит. Вам чего не хватает? Вот у меня бабка ходит в церковь, никому она не мешает, никто не преследует. А вас все время надо трепать, сажать. Зачем тебе это нужно было говорить генеральному секретарю и писать в ООН? Я писал туда, что их Бог будет судить за то, что они делают. Я писал это и Брежневу, и Хрущеву. Всем писал. Меня в горком партии вызывали это. Вы написали? Я говорю, я больше ничего не могли сказать. Я писал, согласно Слову Божию. У женщин прекрасные голоса есть, поют. Не то, что они. Я сейчас не оба... Как раз вот они прекрасные голоса, и они... Ну, они чувственные весьма, понимаете, Игнатий? Я не могу сказать этого, еще раз говорю. Женщина, она со слезами может говорить. Вокруг Христа сколько было женщин? Мужчин-то много ли? Они попрятались и сидят. А женщина стала апостолом для апостолов. И они бегут туда-сюда, и они бы не пошли проверять гроб, если бы не пришли, не сказали им. А женщины все играли. И в войну все на них было. А то, что в церкви нельзя говорить, да, нельзя. Пусть учатся дома. А она не учится. Она считает готовая. Никого нету. Псалтырь почему не прочитать? Никого нету. Считать никого нету. Пришли, вот мы стоим. И одни женщины. Нет, это неправильно будет. Во Христе нет ни мужчины, ни женщины написано. В каком вопросе? В доступе к служению ему. Дверь в рай. Хорошо. Вот вы сказали, помолчите, дайте братьям слово. Но вопросы же можно и нужно же задавать женщинам на наших занятиях? Когда мужчин нет. Когда мужчин. Когда они просто перебивают, а мужчин вообще никак нет. Вот хорошо делает Валентина Хапилина. Она, Валентина Сергеевна. И она сразу. Мужчины, братья, у вас кто есть? Давайте. Кто поведет? Ну, молитву. Что поклону это? Так, братья, кто есть? Нету. Подают голос. Никого нету? Нету. Тогда сестры подают голос. Вот я о чем сказал. Не залазить раньше братья. А они так, что... Другое начало. Брат будет. А братья сидят здесь. Она выскочила. Когда все молчат. Вот тогда вопрос. А как же было у Диакона Филиппа? Четыре дочери и все пророчества. Где они пророчествовали? Где? За двором? Четыре дочери и все пророчицы. А пророчица, она говорит, сколько было таких женщин, которые во главе войска стояли, как Девора. В Араку идти, он говорит, не пойду, если ты не пойдешь. Она говорит, я пойду, тогда победа не тебе будет приписана. Ну, ладно. Мы из Ветхого Завета знаем. То есть вопросы им нужно задавать, правильно? Может она задавать. Каждый раз может задавать. Когда мужчины кончили, тогда она. Нужно спрашивать. Мужчины больше никто не задает вопрос? Тогда сестрам открыты. Теперь мужчины, сидите спокойно. Она задает вопрос. Я отвечаю. Ну, чтобы они не перебивали мужчин. Я вот о чем сказал. Вот у нас прямо говорится, к причастию у нас идут сначала мужчины, мальчики, а потом только девочки. Сначала идут девственницы, а потом идут женщины. Ты видел наш порядок какой? Ну вот. А в храмах-то ничего нету. Толкотня и прочее. Торговки такие сидят. У нас нет торговли. Гнадий Тихонович, а как вот, можно ли так рассуждать? Вот, например, убрать хотя бы, начать с того, что убрать торговлю, не торговать таинствами. Хотя бы с этого начать. Вообще нет места быть такой, позиция такая? Не то, что за таинство. Торговли вообще не должно быть. Ведь Христос не спрашивал про таинство, он вымел их оттуда всех. Притом жертву, которую прокинули на столы, это нужна была? Голуби. А тут-то ничего этого не было. Свечи, они никому не нужны. Даже наши хорошие восковые. Нет, но это будет положительное явление, если вот так еще раз. Вот смотрите, позиция какая. Что давайте вот пойдем к свету, к исполнению заповедь Божий. И начнем с того, что уберем торговлю за таинство. А как бы остальное торговля пока останется. Это что это, как? Не надо. Это как начинать, ты курить, если бросать. Думаешь, ты сколько курил? Две пачки за день. Ну, одну папироску оторви пополам. И у тебя через два месяца уже останется меньше. Бога не так. Он шел убийца. А сиял свет. Пророк, апостол, герой, труженик, мученик. Все в одно мгновение. Вот я когда обратился, у меня такое обращение было. Меня никто не говорил, что Библия там, это вот так надо к ней. Я не знал. Я только посчитал полчаса, когда хозяева мне дали. А я работал на корабле в это время, на Балтике. Встретились, вот так Бог устроил. И они заходят, у меня уже желание помолиться. Я после молитвы встал, а это не больше 20 минут было. Я сам себя смотрю. Того, который встал, это совершенно другой человек. У меня сразу Бог все вложил в меня. Теперь, уже через три с половиной месяца я стоял за капитрой, проповедовал. Уже Библию я знал. Меня спрашивают, а вы знали златоуста? Даже не слышал. Но отвечал так, как у него написано. Бог в меня все это вложил. Я потом начитываю златоуста, 12 томов. Я встречаю фразы, которые у меня прям целиком здесь. Это Бог делает это чудо. Я о другом чуде рассказываю. Я был как душа общества, там мог рассказывать сотни анекдотов, то другое. Я стал молиться. Господи, очисти у меня. Что Бог дал мне знания, я молился, в это верят. А что я сказал, вот эта старость, убери, Господи. Я встал, ни одного анекдота, ничего нет. Бог стер программу эту. Очистил. И ушло навсегда. Я все рассказываю, как я Библию любил. Когда люди рядом как-то отрывают. И однажды я ушел в лес. А там внизу как-то распадок. Распадок это так вот идет. И лес, лес, лес. И я до самой глубокой ночи с Библией там был. Залез на дерево, на березу. Свил гнездо, как шимпанзе. Наверное, привязал себя. И обнял Библию. И утро ранее, тут туман в распадке ниже меня. И я сижу там с бородой, с Библией прижал на березе. Это картина. Да ни у кого этого не было никогда. Мне Бог дал пройти такой путь, который никто никогда не проходил. Нету. Моя биография в интернете. А сейчас вам... Вот сейчас вот вы станете читать Библию. Вам открывается еще что-либо такого, что раньше не ведомо было? Каждый день открывается. Каждый день. Но это уже открывается то, что называют глубинами Слово Божие. Я вот говорю, когда проповеди... Загляну на форум. Там три проповеди моих стоят об этом. Об этом событии. Я стараюсь не считать. Смотрю рядом проповеди Золотого Са, стараюсь не считать. Я у Бога сам выпрашиваю. Чтобы мне не было повторов. Вот сейчас батюшки нету. Завтра пятница. Вот с завтрашнего дня я уже определенно, щетка должен знать, какая мне будет проповедь. А это время я все размышляю, молюсь. Суббота, воскресенье. Раньше у меня было, я говорил проповеди. По восемь проповедей. Владимир Владимирович, и дано ему было вести войну со святыми и победить их. Вот на эту тему проповедь скажите. Хорошо. Расшифруйте, что за война, кого победить. А в другом месте написано, что побеждающему дам новое имя и так далее. Ну вот эти вот моменты. Вы сказать за заголовок не могу взять, потому что это откровение. Откровение могу где-то там вставить, но с него ни один святой не начинали проповедь. Вот в чем дело. Я это знаю. Почему? Никаких почему нету, и все. Никто не говорил почему. Ни один святой. Вот у Златоуста 12 томов по 800 страниц. Нигде нету братья и сестры. В Библии во всей ни разу нету братья и сестры. А выходит патриарх, братья и сестры. Епископ, братья и сестры. Нигде нету этого. Почему? Если обратились с сестры, она имеет право заговорить с ним. Нигде, говорится, братья, значит, сотворил мужчину и женщину. Это в него все вливается. Нигде ни у одного святого этого нету. Нигде. Ну, посчитай. Кирилла Иерусалимского, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Судотворца, Иеронима Стридонского. Ну, я тебе назову много святых. Ни у кого нету братья. Апостол Павел говорит, братья. Слово братья 68 раз говорит. А братья и сестры ни разу. Что тут? Не надо говорить, почему и чего не положено. Женщина петь может, может петь, да, когда готовая, составленная, и когда она строго подчиняется, когда говорят, когда ей запеть. Если она не слушается, тем более архиерея, она должна быть удалена. Я ни одной церкви не видел, нигде, чтобы не было женщин, не пели. Нигде. Так это уже другой вопрос, Игнать Тихо. Ну, ладно, попутно. Ну, вот, мы поговорили с тобой о дороге далекой. Дорога, Господь говорит, 14,6 Евангелия Тяна. Я, Ясим, путь, истина и жизнь. Там, говорит, делать добро истина. Он говорит, истина и жизнь. И путь. Путь один, немного пути один, путь. Я, Ясим, путь истина и жизнь. Они не знают о Христе. Кто составлял, даже слова на это намека нет. Я на этот путь могу показать у себя не один, не два, а много стихотворений моих. Я их называю проповеди в стихах. И вот сейчас, которые я рассылаю, я тебе вот сейчас, там, 9, кажется, скинул. Ты считал их, все стихи нет? Так, а у меня, это надо открывать, Игнат Тихонович. Я не, это надо в другой программе. А я тебе сделаю. А вам надо. Я скину тебе их так, переделаю и скину так. Ты должен знать это. На мои стихи такое внимание показывает. Вы сами-то понимаете, что пишете. Я, говорит, с третьей попытки только узнаю, что там сокрыто. Это был такой. Я вам так скажу. Вот если 2000 лет будет еще человечество жить, то вот этих стихов хватит на всех, кто декларирует стихи. На всех хватит. Нет, не будет 2000 лет. Если так скинуть, даже на 10 лет, и то с трудом можно рассчитывать. Все вплотную подошло. Все объявлено. Все события мира стекаются к Иерусалиму. Непонятно, в какое время будет Армагеддон. А он должен быть. Хорошо. Я найду подходящий стих, который взять за основу. А этот, который дается вели войну, победил. Это будет взято, просчитано. Ну, у меня все. Спаси Христос, Игнать Тихович. Помолитесь за Людмилу, за Виктора Усовшего. Да, Усовшего не знаю я. А за Людмилу, мама-то живая у тебя же. Ты на лето-то готовишься в гости к нам? Так если будешь живой, Бог даст. Добавь слова, если будешь живы, здоровы, Бог угодно. Если буду живой, да, я, конечно, не от них... Вот тут люди. Вот вчера один на меня вышел, Александр. Оттуда Галина Влеська была, снова Кузнецка. Ну, сразу видно его, прямо хороший человек. Его по лицу, по всему видать. Ну, с Богом, брат. Да, Игнать Тихович. Ну, вот так. Следующая будет вечность. Ну, подумай, подумай. Посмотри, не выставляй только никуда, пока не дашь посмотреть. Не торопись. Не, я вам посмотрю. Да, и чтобы текст был, обязательно текст. Текст такой, христианский, прям хороший. Это Екатерина, сестра. Ну, ты видел такое, у меня ролик есть, что польза нам от этих книг? Да. Ну, видел как? Каващев, Владислав. И библиотека, и текст идет. Если есть воля Божия, Игнать Тихонович, может, как вот Виктор, я бы, в принципе, потянул, ну, вот это вот, бренькать на гитаре и подпевать. Тогда можно и ваши стихи вот петь. Но, я не знаю, мне волшебный пинок какой-то нужен или что. Нет, не петь, насчитать, насчитать. Ты вот видел, Виктор, у меня такое автобиографичное, пример к себе своим воображением. Ты видел, как Виктор... Я начитал, я это стихотворение начитывал и включил его. Есть там видео такое большое, я туда его включил. Вот, вот, а Виктор сделал именно по частям. Не видел это? Нет. Вот я могу скинуть. Здорово. Ну, а кто, а как так 10 лет, а кто стихи-то читать будет? Зачем вы столько написали тогда, Игнать Тихонович? Я не могу ответить на этот вопрос, я не пишу. Не успеют, даже прочитать-то не успеют. Последнее стихотворение я написал 12 ноября 2010 года и сказал, все, больше не пишу. Я умею обрывать. И 3467 стихотворений по 9 куплетов за 9 лет. Люди не понимают много. Это за всю жизнь, только немного меньше написали вместе. Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Блок. Или уже в вечности тогда будем их читать, если Господь благословит. И в каждом стихотворении про славление Бога и самые насущные вопросы решаются. Они очень, они, как сказать, Игнать Тихонович, они, эти стихотворения, они, и надо вот все оставлять и погружаться в них. Ну, то есть это серьезные произведения, которые не просто вот прекрасно далеко спел и ушел, а это... А ты знаешь, как описалось стихотворение-то? Я во время молитвы, я вижу строку. Я не вижу ее, она там где-то. Она как бы отражается у меня в памяти. И я сразу пишу, у меня тут бумага лежит рядом. Кончили только, я сразу записываю, 35 строчек все. 3467 листов. Это бумага по 500 листов, 7 пащек одна на другую. И ни одной помарки нигде нету. Такого не бывает никогда ни у кого. Я их своими даже признать не могу. Настолько-то выше моего уровня образования. Я хочу вот обратиться, кто английский и русский знает хорошо, и русский, и английский, то, пожалуйста, со мной свяжитесь. У меня есть для вас поручение. Люди добрые. Ну, заряди Анатолия Меньшикова. А английский знает. Ну, у него времени особо-то нет, у Анатолия. Я знаю. Ну, я больше не могу ничего сказать. Ну, может, еще кто-то. Кто-то есть, может. Может быть, есть, да. Не про нашу честь. Так что, Игнать, тихо. Что-то прям такой пессимизм. 10 лет от силы. Не хочу это рассказать. Я не знаю. Я не пророк. Я только говорю, что события сегодня настолько развернули к концу, что дальше уже нет, и все, и нету, и навсегда, и общее восстание из мертвых. Страшно. Да ничего не надо страшного. Не страшитесь, Павел, Христос говорит, всему надлежит быть. Надлежит быть. Почему пишет два раза в откровение, и уничтожено третья часть населения. Третья часть населения земли, о чем Библия говорит, это два с половиной миллиарда. Третья часть. Вот так. Так я отошел с Богом. С Богом, Игнать, спасибо Христос. Я сейчас тебе там раскрою все стихи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...